Решение по Карабаху только в рамках целостности Азербайджана. На неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян снова оказался в центре внимания. СМИ обсуждают его новые заявления, в котором Пашинян сравнил себя с Иисусом Христом. «Недавно я говорил о предателях в правоохранительной системе, и это также признание. Потом, когда думаю, мучаюсь вокруг данной темы, мне на помощь приходит святая книга, где говорится, что даже в окружении Иисуса Христа был предатель. Так что если сам Иисус не в состоянии был вести кадровую политику без предателей, было бы высокомерно думать, что какой-то премьер-министр может это сделать», – заявил Пашинян. Тем самым Пашинян пытается в очередной раз оправдаться за уголовные преследования своих политических оппонентов. Мол, кадровая политика отнюдь не идеальная. А ведь и правда, многие соратники Пашиняна от него отвернулись и ушли в оппозицию. Пашинян не смог найти общий язык со своими противниками, а начал уголовные преследования. Сейчас за решеткой экс-президент Армении Роберт Кочарян. Главный претендент делить тюремную камеру с Кочаряном еще один экс-президент Серж Сарксян. Не смог Пашинян стать своим и среди лидеров СНГ. Вот новость последней недели. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию, запланированный на апрель месяц, перенесен на неопределенное время по инициативе Кремля. По сообщениям армянских СМИ, все попытки армянской стороны реализовать поездку Пашиняна в Москву встретили холодный и жесткий отказ администрации главы российского государства. Эксперты считают, что скорее всего это расплата за преследование Кочаряна. Москва чуть ли не прямо намекала, может хватит, но даже звонки Владимира Путина Кочаряну не подействовали. Вот и результат. Кочарян в тюрьме, Пашинян в изоляции. Об этом рассказывается в программе в центре внимания с Андреем Шляпниковым на портале Москва-Баку. Но даже не эта новость, а встреча сопредседателями минской группы ОБСЕ с главой МИД Турции в лютом Чавушаглу в Анкаре вызвала бурю эмоций в Армении. Интересно, что глава МИД Турции нашел время встретиться с главой ОБСЕ и сопредседателями минской группы, среди которых был россиянин Игорь Попов во время Элипского кризиса. На встрече Чавушаглу призвал сопредседателей минской группы быть более активными в решении армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Мевлюд Чавушаглу подтвердил позицию как турецкой стороны, так и всего мирового сообщества о том, что данное решение должно быть в рамках территориальной целостности границ Азербайджана. После этой встречи политические круги Армении начали делать непонятные заявления, выражать негативные отношения к встрече МИД Турции с сопредседателями. Вот, например, заявление главы армянского МИДа в его твиттере. Совет министра иностранных дел Турции Мевлюд Чавушаглу с сопредседателями минской группы БСЕ касательно Карабахского конфликта заставляет вспомнить Евангелие от Луки 4.23 «Врач исцели самого себя». Достаточно странно слышать такую болезненную реакцию на хорошо известную Армении турецкую позицию. Турки всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана и намеренно участвуют в торговой блокаде Армении. Никаких поводов для истерии не увидела и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ни минская группа, ни РФ не комментируют эту встречу, поскольку подобные контакты периодически происходят с разными странами. Руководитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской республики Турал Ганджалиев считает, что Турция является одним из членов минской группы ОБСЕ. И нет ничего удивительного в проведении встречи министра иностранных дел этой страны с сопредседателями. Тревога, возникшая после встречи в армянских политических кругах, на самом деле показывает, что они не заинтересованы в урегулировании армян-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта и пытаются продолжать оккупационную политику. Ганджалиев напомнил, что Нагорно-Карабахская община не раз заявляла о готовности жить в мире с армянской общиной Нагорно-Карабахского региона. Но пока Армения глуха к подобным заявлениям. Дорогие друзья и патриоты Азербайджана, не забывайте ставить лайк видеоролику и подписываемся на канал. Всем удачи и хорошего настроения! Азербайджана, не забывайте ставить лайк видеоролику и подписываемся на канал.